Власти Великобритании будут работать со всеми политическими партиями Северной Ирландии с тем, чтобы не допустить прекращения работы правительства региона, заявила во вторник британский министр по делам Северной Ирландии Тереза Вильерс. Исполнительный комитет Северной Ирландии, исполнительный орган Североирландской Ассамблеи, парламента, и коалиционное правительство страны, приостановил все заседания до урегулирования кризиса, возникшего после появления информации о том, что террористическая организация Временная Ирландская Республиканская Армия продолжает существовать. Недавно в восточной части столицы Северной Ирландии Белфасты был убит бывший член Временной Иракевин Макгиган. Полиция утверждает, что за его убийством стоят нынешние участники организации. «Мы, правительство единого народа, и мы хотим построить такую Северную Ирландию, в которой политика будет работать, экономика, расти, а общество, становиться более сильным и более сплоченным», — сказала Вильерс, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента. «Мы будем работать с различными сторонами, чтобы добиться того, чтобы правительство работало». Соглашение — лучший способ для построения будущего Северной Ирландии. Только партии, приверженные демократии и миру, могут иметь право участвовать в работе политических институтов в Северной Ирландии. «Я верю, что все партии, входящие в состав исполнительного комитета, привержены этим принципам, но я также в полной мере осведомлена о том, что последствия убийства Кевина Макгигана и продолжающегося существования Временной Ира — это серьезный повод для беспокойства, как и продолжающиеся существования военизированных группировок», — сказала Вильерс. «Министр подчеркнула, что для урегулирования политического кризиса в Северной Ирландии должны быть решены существующие проблемы. Никакого оправдания политически мотивированному насилию в Северной Ирландии, от кого бы оно ни исходило, никогда не было. «Мы как правительство верим в верховенство закона и мы не предадим эту веру», — подчеркнула Вильерс. «Мы призываем все стороны прийти к необходимым компромиссам и принятию мер по укреплению взаимного доверия, которые позволят предотвратить падение политических институтов», — отметила она. Она также подчеркнула, что при необходимости британское правительство вынуждено будет вмешаться и обеспечить принятие социального бюджета без участия властей Северной Ирландии, однако такой сценарий назвала нежелательным. Коалиционное правительство Северной Ирландии было сформировано в 2007 году, его возглавили тогдашний лидер демократической юнионистской партии Иоанн Пейсли, занявший пост первого министра, и замглавы партии Шенфейн, бывший лидер временной ира Мартин Макгеннис, получивший должность заместителя первого министра. На протяжении многих лет Пейсли и Макгеннис были злейшими врагами, но после объявления Временной Ира о прекращении вооруженной борьбы и дерадикализации Шенфейн они решили забыть о прошлом во имя будущего страны. Теперь же судьба коалиции, в которую входили пять партий, Демократическая Юнионистская, Ольстерская Юнионистская, Партия Альянса, Социал-Демократическая или Борисская партия и Шенфейн, вновь оказалась под угрозой. Ирландская республиканская армия и отколовшаяся от нее впоследствии организации «Реальная Ира», «Реала Ярыи», и «Временная Ира», «Провессионала Ярыи», в 1970-80-е годы совершили множество терактов на территории Великобритании и Северной Ирландии, добиваясь декларируемых ими целей, освобождения Ольстера от Великобритании и присоединения его к Ирландской республике. Продолжение следует...